Всем добрый день! Давайте мы в дистанции проведем наше следующее занятие в магистратуре. Дискретные вероятности модели мышления у нас сегодня формальная логика. Формальная логика. Давайте доску сразу откроем, поговорим. Если какие-то вопросы буду задавать, то останавливайте видео, пытайтесь на них ответить. Лучше введите конспект, потому что доска небольшая, она будет уезжать, а вам просто будет удобнее смотреть на запись. Итак, формальная логика. Вы отвечаете, останавливая видео на вопрос, и потом сравниваете с тем, что я далее буду обсуждать. Но не надо воспринимать формальную логику как что-то искусственное, или что-то такое придуманное по отношению к речи или к мышлению. Формальная логика, она, можно сказать, вычленена из нашей речи, и те, кто устойчиво говорят на каком-либо языке, на мета-языке, скажем так, на русском, на английском, на том, на котором думают. Они уже используют формальную логику, и мы попробуем сегодня в этом разобраться, что именно, какие мы конструкции используем в нашей речи, в нашем мышлении. И это, скорее, свойство нашей речи. Мы сегодня просто вытаскиваем обезличенные, неэмоциональные черты нашей речи, нашего мышления. И первое, что хотелось бы сказать, это, с чем работает формальная логика. Значит, объектом исследования здесь являются некоторые утверждения. Вставать, напишем, что, значит, объектом исследования здесь является утверждение. Значит, х это утверждение, можно сказать, высказывание, но никакое попало, а высказывание, которому может быть приписано значение истинности. Либо ложь, либо правда. Значит, утверждение высказывания, которому может быть приписано. Ну, извне, нами, просто, может быть приписано значение истинности. Значение истинности. Ну, а именно, какое? Значит, правда или ложь. Правда или ложь. Вообще, существует выражение, которым нельзя, утверждение, или высказывание, которым нельзя приписать. Правда или ложь, они содержат внутренние противоречия. Там, не знаю, они такие, ну, всегда выглядят комично. Там, не знаю, не верьте никаким советам и этому тоже. Так верите или не верите этому совету? То есть, вот там что-то такое от парадокса Рассела должно быть. Какое-то отрицание себя, фактически. Вот таким утверждением нельзя приписать значение истинности, поэтому они не являются ответственными исследованиями формальной логики. А те, кто можно, ну, можно и можно. Например, 2х2 равно 4, это истина. Ну, хорошо. Ну, кстати, 2х2 равно 4, это может быть и ложь. Ну, если, не знаю, там, в двоичной системе исчисления, там, наверное, в смысле, 2х2 равно 4, да, наверное, это ложь, потому что четверка записывается как 100, например, в двоичной системе исчисления. Так что тут по-разному можно смотреть, что считать правдой, что считать ложью, лишь бы только все договорились, что вот этому утверждению мы приписываем все значения ложь, А вот этому утверждению мы предписываем значение правды. Ну и удобно так говорить. Сами утверждения могут быть разными. А квадратные скобочки показывают просто ложные они или не ложные. Значит квадратная скобочка для утверждения равна единичке. Если правда или истина. И нолик, если ложь. Иногда я эти скобочки буду опускать. Но пример простейший. Пример. Ну вот я уже сказал. 2х2 равно 4. Значит квадратных скобочек это единичка. То есть это правда. Это истина. Истина. Ну так мы договорились. И самое интересное это что происходит с этими утверждениями. Значит мы вводим некоторые операции над ними. И дальше смотрим к чему приводят более сложные утверждения. Которые являются некоторой суперпозицией операции. Итак операции логики высказывания. Операции в логике. Вообще их 16. Мы наверное не всеми пользуемся в жизни. В языке какие-то наверное экзотические мы не используем. Можно было бы выделить примерно 7 конструкций. Которыми мы реально пользуемся в языке. При этом базовые конструкции. Прям базовые. То есть те без которых совсем нельзя выразить там произвольную мысль. Значит их 3. Вообще на самом деле их 2. То есть можно было бы третью вычленить. А на самом деле их одна. То есть можно было бы с помощью только одной логической операции выразить любую мысль. Но она была бы невероятно сложно выглядела. И мы бы ее просто не поняли в повседневной жизни. Поэтому в обиходе считается что 3 базовых таких операции в логике достаточно чтобы выразить любую мысль. Но мы сюда еще и четвертую операцию добавим. Для того чтобы прям накрыть такую мета языковую что ли практику нашу. Хотя повторяю что формальные логики вот их 4 просто исторически. А вообще говоря их 16. Охватило бы одной. Вот скажем так. Может быть мы сегодня или на следующей паре об этом даже немножко поговорим. Потому что уж прям ну уж странно как же так одна логическая функция является базисом для любой мысли. Но это действительно так. Итак начнем мы с самой-самой ходовой. Их три глобально. Первое мы назовем это конъюнкция. Кон твердый знак. Юнкция. Конъюнкция. Значит это некоторое новое утверждение которое построено с помощью суперпозиции двух утверждений. Некоторое утверждение новое С. Которое равно А. Конъюнкция Б. Смотрите я знак конъюнкции поставил галочку вот так наверх. Остенько. Что-то можно уколоться. Значит записывается как С равно А. Конъюнкция Б. Читается. Читается как А и Б. Да и в общем-то я бы сказал что и понимается тоже как А и Б. И понимается. Понимается тоже как А и Б. Ну я не хочу быть тавтологичным потому что ну что такое И. Значит И это фактически это есть конъюнкция. Как вы ее понимаете то это И. А как вы ее понимаете. Поэтому здесь все-таки надо написать слово понимается. Как А и Б это на вашей практике. На уровне практики. А так вообще это значит а так вообще это одновременно. Одновременно А и Б истинны. То есть конъюнкция А и Б будет истинна только тогда когда одновременно и А истинна и Б истинна. И все равно я от тавтологии не ушел. Все равно я был вынужден использовать букву И. А истинна и Б истинна. Поэтому получается что не зная что такое буква И нельзя узнать конъюнкцию. А конъюнкция это и есть буква И. Поэтому вот такие определения они конечно все понятно все здорово. Но не выдерживают никакой критики. И прибегают к двум другим способам определения формально логических операций. Понимаете здесь вот мы же говорим про мышление. Поэтому здесь есть вот такая вот сложность. С одной стороны я хочу выразить формально логические операции моего мышления. С другой стороны я на них же и рассуждаю. Понимаете очень сложно определить удерживаясь от тавтологии. Удерживаясь от того что я там буквы И определяю через буквы И. Мне даже здесь в нашем курсе с вами интереснее именно это обсудить. А вовсе не то что там есть какая-то формальная логика. Вы устойчиво говорите на языке вы прекрасно ее знаете. Но может быть там зависит к включению одного нюанса мы о нем поговорим. Поэтому сейчас я попробую по-другому немножко описать что такое конъюнкция. И сделаю это на языке аналогий. Очень часто в логике используют диаграммы Эллера-Вена. И понимают здесь следующее. Вот можно букву А и букву Б считать как утверждение. Конечно это и есть утверждение. Они могут быть истинными. Может быть могут быть ложными. С другой стороны мы если посмотрим на мир и увидим что существуют какие-то случайные события. Например монетка упала на герб. Но ведь это же тоже утверждение. Монетка упала на герб. Да. Это утверждение. Оно может быть и сейчас истинным. Да. Если монетка упала на герб это истинное утверждение. А если она упала на орла. Тогда утверждение что она упала на решку это ложь. Ложно. Ну то есть на обратную сторону. Но это ложь. Поэтому А и Б можно трактовать как событие. То есть некоторые утверждения которые либо истинно либо ложно. В зависимости от того что произошло после эксперимента. А тогда можно было бы делать смотрите как интересно. Можно было бы нарисовать множество всех элементарных исходов. Но вот все-все которые только могут быть точкой. Здесь это элементарный исход. И некоторые точки которые приводят. А вернее скажем все точки которые приводят к событию А. То есть приводят к тому что утверждение А истинно. Я обозначил в кружочек и нарисую там букву А. То есть некоторые множество точек. Внутри которых или которые соответствуют истинности утверждения А. А вот есть некоторые точки. Которые соответствуют истинности утверждения Б. И тогда если вы прочтете конъюнкцию. Конъюнкция это когда А и Б одновременно истины. То есть получается, что это только те точки, которые находятся и в кругу А, и в кругу Б. То есть можно было бы просто вот закрасить вот это множество. И тогда получается, что это и есть новая аналог его, это и есть С. То есть С это, если хотите, в теории множества, это пересечение множества А и Б. Ну вы скажете, ну да, да, понятно, конечно, конъюнкция это И, это пересечение множества. Но все-таки это множество, а это логика высказываний далековато. Согласен, далековато. Поэтому есть еще один подход. И вот там уж мы точно уйдем от павтологии и уж точно уйдем от каких-то непонятных интерпретаций. Значит, этот подход называется табличный. Значит, это диаграмма Эллер-Вена. Диаграмма Эллер-Вена. А это так называемый табличный подход. Табличный подход. Ну или ее еще называют таблицей истинности. Значит, таблица истинности устроена следующим образом. Если я сейчас напишу А и Б, А это произвольное высказывание, Б произвольное высказывание. Ну мне не важно, что именно там написано на мета языке. Солнце светит, там дождь идет, там что, кубик упал на что-то. Важно, что там бывают такие случаи, что высказывание А истинное или ложное, и высказывание Б истинное или ложное. Я сейчас перепишу все возможные вариации между А и Б. Делать это вот так. 2 0 2 единички, 0 1 0 1. Если я так себе это сделаю, то вы увидите, что все возможные случаи сочетания нулей и единиц у А и у Б переписаны, перечислены. И тогда можно посмотреть на диаграмму Эллер-Вена и сказать, а к чему относится точка 0 0. То есть точка, когда у вас первая строчка здесь. Когда у вас и А равно 0, и Б равно 0. То есть А ложное, и Б ложное. Ну, значит, тогда это вот эта вот область. Область не закрашенная, не входящая в круг А и круг Б. Теперь, если у вас вторая строчка, это А ложное, а Б истинное. Значит, Б истинное. Все точки, которые попали внутрь круга, Б, но не попали в круг А. Значит, это вот такая вот область. Двоечка. Эта область такая. Б без А. Красиво звучит. Кстати, я слово использовал без. И это уже тоже формальная логика, если хотите. Теперь третья строчка. Это наоборот. А есть, Б нет. А без Б. Ну, понятно, что троечка будет стоять вот здесь. И четвертая строчка. Это единичка, единичка. Это как раз вот тот на случай, когда конъюнкция возникла. Вот здесь четверку я поставлю. Специально накрашиваю так, чтобы там осталось место для четверки. Ну вот, переписали. Так что здесь взаимнозначное соответствие между диаграммой Эллера и Венна и табличной и таблицей истинности. И тогда А конъюнкция Б я могу просто формально описать, не ссылаясь ни на какие буквы И, которые нам известны или неизвестны из нашего опыта. Просто А и Б, А конъюнкция Б, это новое высказывание, таблица истинности которого устроена следующим образом. Нолик будет стоять в этом месте, нолик будет стоять в этом месте, нолик будет стоять в этом месте, в этом месте будет стоять единица. Вот так устроена конъюнкция двух утверждений А и Б. Ну ничего, очень красиво. То есть действительно, единичка будет наблюдаться только в том случае, если А верно и Б верно. То есть если они одновременно верны, тогда будет верная конъюнкция. Во всех остальных случаях, где есть хотя бы одна ложь, всегда это будет ложь. И обратите, пожалуйста, внимание, просто можно заметить, я напишу так, можно заметить, что вот эта А конъюнкция Б, это есть просто А умножить на Б. То есть если вы попробуете перемножить, то получится 0, 0, 0, 1. То есть я повторю просто этот самый столбец, но просто я хочу напомнить, что, просто обратите ваше внимание, то, что конъюнкция, если вы перемножать 0, 1, это в чистом виде умножения е, в чистом виде умножения. Так, мне больше пока здесь нечего добавлять, давайте двигаться дальше, значит у вас, я надеюсь, это законспектировано, иначе просто нажмите кнопку на видео и законспектируйте эту картинку, а мы двигаемся дальше. Вторая операция, которая нам понадобится, это дизюнкция, диз, твердый знак, юнкция, и она, у нее там галочка в другую сторону стоит, галочка в другую сторону стоит, это тоже новое утверждение, обозначимое буквой С, а дизюнкция Б, значит читается, читается двояко, читается А или Б на языке, А или Б, ну еще вариант есть прочтения, потому что вот здесь возникает некоторый момент в языковой практике, в метроязыковой практике, что люди по-разному понимают или, ну глобально понимают, но вот локально понимают по-разному, ну например, если вы спросите у ребенка, там тебе там купить мячик или саблю, мячик или саблю, ну он скажет вам и мячик и саблю, то есть он вот или понимает вот так вот, вместе, как конъюнцию, а если там вас спрашивает официант, вы будете там, не знаю, чай или кофе, то, ну меньше всего он ждет от вас, что вы скажете и чай, и кофе, и желательно одно чашку, ну то есть как бы там исключительное или, там возникает исключительное или, а у ребенка, значит, или ассоциируется с змей, правильное понимание или на уровне формальной логики звучит следующим образом, значит, я написал здесь а или б, так читают, вопрос как понимают или, и еще вариант такой, хотя бы одно из а или б истинное, то есть понимают достаточно мягко, то есть а или б, утверждение а или б будет истинно в трех случаях, когда истина а, а б ложно, когда истина б, а а ложно, или когда истина и а, и б, то есть если так хотите, можно сказать, что это мягкое понимание или, то есть это не исключающее или там а без б или б без а, как у нас хочет официант, но официант в принципе в конце концов принесет вам чай и кофе в одной чашке, вот поэтому здесь достаточно хотя бы одного, до одной истины, чтобы дизюнкция была истиной, но это очень просто понятие, в жизни вы действительно воспринимаете это именно так, ну например, наша встреча здесь могла произойти, если, не знаю, там, я вам позвонил или прислал смс, но могло быть произошло так, ну, с тем, что мы здесь встречаемся, например, но могло же произойти одновременно, я смс прислал и позвонил, поэтому, да, или здесь встреча произошла фактически, это встреча произошла, если так говорить, Но опять, я здесь использовал или хотя бы одно из А или Б истина, и опять она немножко тавтологична, и чтобы уйти от этого, можно было бы вернуть диаграмму Эйлера и Вена, но видите, я сейчас уже здесь не буду ее расшифровывать, она нам теперь уже всем понятна, А, Б. Значит, ну и здесь фактически все элементарные сходы на уровне событий случайно, все элементарные сходы должны приводить к А, это даст нам истину, и уже дизюнкция будет состоялась, то есть она тоже будет истина, и элементарные сходы Б, то есть фактически мне нужно просто объединить, объединить эти две конструкции, да, хотя бы один закрашен, да, хотя бы один закрашен, ну и все в порядке. Ну а для таблицы истинности, если мы напишем здесь А и Б, 0,0,1,1 и 0,1,0,1, ну а здесь поставим А, дизюнкция, Б. Ну тогда здесь будет следующее, значит, если хотя бы одна единичка есть среди вот этих строчек, то и дизюнкция будет равна единице, ну вот здесь есть единичка хотя бы одна, да, здесь есть единичка, да, здесь есть единичка, да, здесь тоже нет, поэтому будет 0,1,1,1. И вот если, ну так вот и получается Действительно у нас закрашены три области, кроме одной Значит вот эта единичка, которая здесь была Эта область не закрашена, а вот вторая область Третья область и четвертая область, они здесь оказались закрашены Так что все замечательно Однако вот это И Bio, ну помните В школе там умножение и сложение Там были какие-то такие две дуальные операции Она не противоположна друг другу, но дуальная И вот здесь Очень похоже на сложение Смотрите, если я сложу 0 плюс 0 Это получится 0, если я сложу 0 плюс 1 То есть вторая строчка, это получится единичка Если я сложу 1 плюс 0, получается 1. А вот 1 плюс 1, непонятно, почему 1. А сколько вы хотите? Двойка, здесь же не бывает двойки. Но вот на самом деле 1 плюс 1 это 2. А в двоичной системе исчислений это было бы 1, 0. Так что первый разряд все-таки должен был получиться бы нулем. А эта единичка, это сам накопленная, которая уходит в другой разряд. Так что если бы я правильно складывал с точки зрения сложения чисел в двоичной системе исчислений, то тогда бы здесь должен был получиться бы нолик. И тогда бы это было похоже на сложение. Но это не так. Если бы здесь, значит, это, я так напишу, это не сложение. Не сложение. А вот сложение было бы таким 0,1, 1,0. Но такое сложение в логике называется А плюс по модулю 2, Б. Это сложение по модулю 2, плюсик такой вот обводится. И он выглядит следующим образом. И вот это как раз или того самого официанта, посмотрите. Оно исключающее. То есть есть А без Б, есть Б без А. Две единички стоят, они стоят напротив каких вариантов? Напротив вариантов, когда стоит Б есть, а А нет. И когда наоборот, А есть, а Б нет. То есть это исключающее. И в русском языке, и в мета языке это звучит так. Вы будете чай или кофе. Вы говорите там чай или кофе. Вы говорите чай или кофе в одну чашку. А вам говорят нет. Или чай, или кофе. Два раза или говорят. Вот или А, или Б. Вот эта фраза, которая используется в языке, она как раз уже тяготеет к сложениям по модулю 2. К этому вот исключающему или. Скажем так. Это еще одна операция. Мы как раз про нее сейчас не хотели говорить. Я не хотел про нее специально говорить. Но она не явным образом присутствует в нашей речи в виде или А, или Б. Но я уже говорил, что их всего 16. Основные это 3, которые мы сейчас исследуем. 1, 2 и 3. Ну, дизъюнкции, надеюсь, разобрались. То есть А или Б говорить можно. И правильно или понимать мягко. То есть А без Б, Б без А. И вместе А и Б тоже можно. Тоже можно. И последняя операция, без которой нельзя обойтись уж точно. Имея в виду этот наборчик. Эта операция, она уже не бинарная, а лунарная. То есть там не два объекта, а один объект. Называется она отрицание. Отрицание. Значит, это вот С равно. Значит, обозначается она двояко. Либо А с чертой. Либо вот такая перевернутая буква Г. И то, и то используется. Только не в одной записи. Вот это как раз запись, которая сейчас получилась. И она как раз некорректна. Потому что в одной записи не приятно обозначать и то, и то. Ну, спокойненько к этому относимся. Значит, отрицание понимается как не, начитается как не А. Ну, фактически и понимается тоже как не А. И здесь в диаграмме Эллера не требуется двух, а требуется уже только одно. То есть там бета можно нарисовать, только оно не имеет смысла. И закрашивается не А. Ну, фактически, как мы это и понимаем. Ну, тоже немножко татологично. Я не понимаю так, как я определяю не. А как же вы его определяете? То есть не знаю, нельзя определить не. Но вот здесь можно определить уже. Спокойно. На таблице истинности здесь только 0,1. Здесь не требуется 2,0,2 единицы. Потому что нечем это расплетовывать. И тогда здесь будет стоять единица 0. Вот так вот. То есть фактически это инверсия. 0,1, 1,0. Вот такое отрицание. И оказывается, что с помощью этих трех операций, дизюнция, конъюнция и отрицание, можно выразить вообще абсолютно любую мысль формальной логики. Любую. Какую хотите. Причем выразить достаточно комфортно, я бы так сказал. Достаточно комфортно. Давайте посмотрим свойства этих операций. Прежде чем подойдем к некоторым особенностям. Значит, свойства операций. Формальной логики. Ну, зачем вообще выделяют свойства? Некоторые мы когда учимся, многие говорили, ну вот это для того, чтобы студентов. Там нам лично раз нам замучить. Но совсем не так. А дело вот в чем. Свойства нужны для того, чтобы понять, на что это похоже. То есть вы уже умеете складывать числа, умеете их вычитать, умеете умножать, делить. Вы знаете кучу разных конструкций, не обязательно математических, языковых в первую очередь. И было бы интересно понять, на что вот эти вот объекты утверждения, с введенными так операциями, на что они похожи. На что они похожи. Вот вы будете удивлены на самом деле в этих свойствах. То есть нам сейчас интересно не чтобы вы их запомнили, а чтобы просто приняли их сведения и поняли, на что это похоже, на что не похоже. Ну я вот первые свойства такие просто пробегу. Они простые. Не знаю, там А конъюнкция Б равно Б конъюнкция А. Надеюсь, это понятно. То есть это коммутативное свойство. Вам какая разница, кого называть первым, кого называть вторым. Ну и то же самое, если я поставлю здесь дизюнкцию, здесь дизюнкцию. То есть ясно. Это, знаете, это очень упрощает речь и очень упрощает мышление. Потому что если бы нам надо было еще следить за тем, кто в каком порядке идет, ну тогда нам приходилось бы еще некоторые усилия делать. Интересно, что можно представить себе достаточное количество операций, которые не коммутируют. Ну, например, я не знаю, например, в готовке еды, допустим, нельзя представлять глаголы. Ну, например, если я поставлю, не знаю, чайник, значит, налью воду и скипячу его, то я получу горячую воду, но если я его пустым скипячу, а потом налью холодную воду, я, значит, кипяченой воды не получу. То есть понятно, что в ряде случаев нас окружают вещи, которые не коммутативны. Но вот формальные логики операции конъюнкции и дизюнкции коммутируют. Второе, я даже здесь срочку напишу, просто не хочу здесь место занимать. Некоторые ассоциативные. Смотрите, А конъюнкция Б, конъюнкция С. Но мы, строго говоря, не определяли конъюнкцию 3. Мы определяли конъюнкцию 2, поэтому здесь надо было бы так написать. Если я сначала возьму конъюнкцию А и Б, получу новое утверждение, а потом конъюнкцию С, то оказывается, это все равно, что если я сделаю Б и С, а потом поставлю конъюнкцию впереди А. То есть вот эта буква Б, она ассоциируется то с буквой А, то с буквой С. Ничего не переставляется. Просто буква Б здесь ассоциируется с А, а здесь ассоциируется с буквой С. Если и то, и то верно, то тогда можно после этого фразы уже писать А, конъюнкция Б, конъюнкция С и говорить, что вам не важно, где стоят скобки. Это такой называемый, значит, первый закон, это был закон коммутативности, а это закон ассоциативности. И действительно, и то же самое верно и для дизюнкции. То есть именно поэтому наша речь не содержит скобок. Это очень здорово. Иначе бы я сейчас замучил вас там, скобка открылась, я сказал, скобка закрылась, скобка открылась, скобка закрылась, невозможно совершенно было бы понять меня. Вот то, о чем я говорил с самого начала, что существует прямо одна булевая функция, одна операция в логике, через которую можно было бы выразить вообще любую мысль. Да, она есть. И даже есть еще одна функция, которая тоже может быть базисной, как одной. Но она не коммутативна, не ассоциативна. То есть там нужно постоянно скобки раскрывать. То есть там фраза, которая бы выглядела на этой функции, была бы огромное количество скобок, и мы просто бы не поняли, к чему что относится. Третье. Значит, третье. Вот третье это законы дистрибутивности. Ну вот, как вы понимаете слово дистрибутив? Дистрибутив это что-то, что надо раскрыть, распаковать, разархивировать, если хотите. Это действительно так и есть. Значит, а конъюнция, б дизюнкция, с. Ну, считайте, что здесь написана фраза, которая похожа на фразу какую? А умножить на б плюс с. Ну, я уже говорил, это плюсик. Он понимается, как плюсик это в кружочке надо брать, плюс по модулю 2, сложение по модулю 2. Но все-таки ассоциация здесь такая. А умножить на б плюс с. Вот как умеете раскрывать скобки внизу, так будут раскрываться скобки и наверху. Ну, а как мы скобки внизу раскрываем? Это будет а умножить на б плюс а умножить на с. Надеюсь, еще не забыли. Но то же самое и здесь. Значит, будет стоять а конъюнция б. Знак какой между а и б? Вот конъюнция. Я бы так скобочки взял. Потом дизюнция, это как будто бы плюсик, да? И а конъюнция с кем? С с. То есть дистрибутивность раскрытия скобок, кого конъюнция относительно дизюнции, пожалуйста, вот так, как вы привыкли в школе. И я даже эту подсказочку теперь сотру, чтобы она мне не мешалась, но у вас эта подсказка остается написанной. А вот интересно, а если я наоборот напишу? Если я напишу а дизюнция б конъюнция с. То есть в школе это было бы выглядело так вот а плюс б умножить на с. Но ведь вряд ли в школе так вот раскрывалось бы а плюс б умножить на а плюс с. Это же нонсенс. Так, конечно, никто не раскрывает скобки. А оказывается, здесь это верно. В формальной логике раскрывались бы, но в точности так же. Между а и б знак дизюнции, между б и с знак конъюнции, между а и с знак дизюнции. То есть если вы посмотрите внимательно, то вот эти две фразы, они абсолютно одинаково выглядят. Где стоит дизюнция, там меняется на конъюнцию. Если конъюнция, там меняется на дизюнцию. Они в каком-то смысле противоположны. Но нельзя так называть, что они противоположны. Это не противоположны. Посмотрите внимательно. Здесь, если я поставлю инверсию 1.000, то это не будет конъюнция. Конъюнция будет здесь по-другому выглядеть. Так что они не противоположны друг другу. Но вот такой вот удивительный эффект, что дистрибутивность здесь взаимная. И такая, и такая. Но это понятно. Почему? Потому что у вас все-таки дизюнция не является чистым плюсом. Я уже показывал. Плюсиком было бы сложение по модулю 2. А здесь именно поэтому они вот такие вот дуальные, как можно было бы выразиться. Следующее, четвертое свойство, которое очень часто используется в жизни, это инволютивность дополнения. Но это когда вы 2 раза нет, нет, не, не говорите. Но ясно, что вы получите снова А. 2 раза отрицание А, это будет снова А. Мы даже в свое время по этому поводу шутили 2 раза. Девушка сказала нет, значит согласна. Ну вот так легко запомните. Это инволютивность дополнения. Ну а если 3 раза нет, треза не стоит, то это будет снова нет. Инволютивность дополнения. И вот здесь, наверное, я бы еще выделил один из очень интересных законов. Он не похож на какие-то законы в арифметике. Но хорошо изветен в теории множеств. Потому что здесь, конечно, абсолютная аналогия. Все, что я сейчас пишу, это с точностью до объединения и пересечения. Это просто факты свойства теории множеств. Операции теории множеств. Итак, здесь законы Деморгана. Законы Деморгана. Ну то, как их называют, Деморгана некоторые. Я привык к закону Деморгана. Они устроены, смотрите, как следующим образом. Я даже вот здесь так попробую, чтобы чистенько было. Значит, А. Дизъюнкция Б. И потом общее отрицание. Вот это вот общее отрицание удобно ставить, когда ты хочешь показать, над чем оно стоит. Потому что галочка впереди, буква Г такая, обратно. Там придется скобки ставить. А тут сразу видно, над чем ты ставишь отрицание. Вот, значит, А или Б и отрицание. Как это можно было бы раскрыть? Но, смотрите, вот вам официант предлагает чай или кофе, а вы говорите нет. Он говорит, что это значит нет? Что это значит нет? Тогда вы говорите, я не буду чая и не буду кофе. То есть, вы ему расшифровываете, если он не понял, вашего нет, я не буду чай и не буду кофе. Запомнили мне эту конъюнцию. Значит, вот так вот выглядит закон Де Моргана. Его очень легко запомнить, если вы посмотрите вот на эту картинку. Попробую это сделать. Смотрите, что здесь происходит. Я как бы здесь пилю, распилил общую черту, и она стала над буквой А, а над буквой Б. То есть, вот надо просто распилить черту и поменять знак на обратный. Вот я бы так это сделал. Ну, давайте попробуем еще раз. Я напишу, например, здесь такое выражение. А или Б или С. И поставлю общую черту. Что бы я стал делать? Я бы здесь распилил бы черту и поставил бы галочки вот такие. Да. И все. И получил бы, значит, здесь уже А, ну ладно, не важно. Б или С. И черточки были бы вот здесь. И, соответственно, другой закон, в обратную сторону. А, конъюнция Б. Она тоже на практике в жизни нормально устроена. Значит, здесь чай с молоком. Чай и молоко. Или кофе с коньяком вообще шикарно. Кофе и коньяк. Я хочу кофе с коньяком. А, вернее, вам предлагают кофе с коньяком. Вы говорите нет. Что это вдруг нет-то? Ну, не важно. Говорите нет. Что значит нет? И тогда вы должны поступить таким же образом. То есть вы должны здесь что? Стереть. А здесь поставить знак обратный. Понятно, да? И тогда получится следующее выражение. То есть тогда будет не А отдельно стоять, не Б отдельно стоять. И будет здесь значок вот такой. Смотрите. Вы говорите, я не хочу кофе с коньяком. То есть вы не против отдельно не коньяка, отдельно кофе, но вместе не хотите пить. Вот скажем так. Ее тяжело переводить на русский язык, но она правильно звучит на уровне или, потому что или здесь воспринимается как хотя бы одно да. А одно да это исключающее А и Б. Вот просто проговорить для себя. Ну и вот здесь я бы привел пример уже такой какой-нибудь синтетический, синтезированный. Смотрите, А, например, конъюнкция, Б или С. Мне придется поставить скобки, потому что вы понимаете, что дистрибутивность надо еще раскрывать. И я бы поставил здесь вот такую вот черту. Вопрос, что бы это сделать? Давайте мы еще покажем. Я бы сначала раскрыл бы черту вот здесь. Заменил бы этот знак вот на этот. Тогда бы я получил следующее. А с чертой. Дизъюнкция. И получилось бы Б или С и черта. После этого я бы взял, расписал бы здесь еще раз черту и поставил бы здесь другой знак. И тогда бы получил уже итоговый ответ. То есть алгебра здесь довольно простая. Не А или не Б и не С. Вот так вот раскрывается закон Деморгана. Он нам сегодня еще понадобится. Но правило очень простое. Ты просто пилишь черту и все. Значит, ну почему я тут наверху, с самого начала здесь сразу распилил двояко. Потому что у меня одинаковые знаки здесь стоят. Одинаковые. Если вот они разные, то здесь мне надо как бы последовательно делать. Вот в этом примере надо было бы делать последовательно. Не торопясь. В любом случае закон Деморгана выглядит достаточно симпатично. И позволяет снять отрицание общее. Снять отрицание общее. Это не очевидные вещи на практике. Мы попробуем о них поговорить. А да можно даже, наверное, сейчас уже поговорить. Нет. Давайте не будем торопиться. Да. Давайте не будем торопиться. Значит, вот то, что мы сейчас сказали, это мы сказали, ну давайте еще закон нуля и единицы напишем. Я специально не стал говорить четвертую операцию. Четвертая операция стоит особнячком. Она исторически принадлежит к теории формальной логики. И, естественно, входит в те 16 буровых функций, которые описывают формальную операцию. Но я не хотел бы сказать совсем отдельно. Итак, шестое. Законы нуля и единицы. Законы нуля и единицы. Здесь очень, очень эфемерно звучит слово ноль и эфемерно звучит слово единица. Потому что это не правда и ложь. Нет, нет, не эти ноль и единицы имеются в виду. Здесь имеется в виду ноль и единица, пришедшие из теории множеств. Когда все множество, которое я рисовал, это единица, а невозможное множество, пустое множество, это ноль. Ну, то есть, когда я вот точку поставил, а ее там нет, то есть, как бы вообще нет ничего. Понятно. И вот здесь законы нуля и единицы, ну и все возможные конструкции, связанные с ними. Ну вот, например, смотрите. Значит, я попробую вот это множество обозначить омегой. Да, омега. Обозначу его. Омега – это все возможные. Как бы тут лучше сказать, тождественно, что ли, истинное? Сложно сказать. Ну, давайте я попробую сформулировать это. Может быть, я напрасно здесь сказал закон нуля и единицы, здесь слишком вольная интерпретация. Но, тем не менее. Значит, вот я хочу, например, сделать следующее. Я хочу взять утверждение А и поставить дизюнкцию и снова утверждение А. Вопрос. Какое утверждение получится? А или А? Ну, вот некоторые считают, что здесь плюсик стоит, поэтому 2, можно сказать, 2А. Но двойки никаких нет. Дождь идет или дождь идет. Это то же самое утверждение. Так что А или А – это будет А. И, между прочим, А и А, то есть А конъюнкция А – это тоже будет А. То есть никаких А в квадрате нет. Никаких удвоений нет, квадратов нет. Начнем с этого. То есть как бы добавки нет никакой в этом смысле. Теперь я попробую сделать следующее. Написать вот такую конструкцию. А добавка не А. А добавка не А. Вот что это такое будет? Значит, это А – дизюнкция не А. Это, смотрите, это А может быть и ложь, и истина. И не А может быть и ложь, и истина. Только она наоборот. Если А – истина, то не А – ложь. Если А – ложь, то не А – истина. Поэтому, если вы посмотрите на одновременно А или не А, вы увидите, что обязательно кто-то из них истина. Хотя бы один из них, не хотя бы ровно один из них истина. Если истина А, то А – не истина. Но А – то уже истина, уже в этой связке А есть истина. Или наоборот. Если А – ложь, то это не А – истина. А раз у вас дизюнкция, и хотя бы один из них истина, то вся эта конструкция, но я напишу, что это, я бы написал, что omega – это тождественное истинное высказывание. Истинное высказывание. Оно не зависит от А. Какое бы А не было, а omega будет тождественное истинное высказывание. Вообще это называется тавтологией. То есть тогда, когда ваши высказывания, которые зависят от некоторых пропорциональных переменных, то есть от переменной А, от не А, от Б, от С и так далее, если оно вообще не зависит от них, по своему истинности, то это называется тавтология. Тавтология. Мы еще поговорим о тавтологиях. Я познакомлю вас со своей любимой тавтологией. Их может быть миллиарды, но основных там 3-4 штуки. Но тем не менее, вот эта единица это тождественное истинное высказывание, если так хотите можно выразиться. Ну а если вы напишите А конъюнкция и не А, тогда получится, что у вас одновременно должно быть верно А и одновременно верно не А. Но они по таблице истинности, помните, они вершли друг к другу, они не могут быть одновременно верны. Так что в эту конъюнкцию обязательно входит в одно место нолик, в другое место единица. И фактически они вместе не бывают истинными. А раз они вместе не бывают истинными, то это будет тождественно ложное высказывание. Это тождественно ложное высказывание. Ну в каком-то смысле, если вы говорите прям конкретно про А и не А, то это парадокс. Так что я бы написал это парадоксом. Парадокс. Что А и не А не бывают никогда вместе. То есть если вы встречаете такую ситуацию в жизни, а я хочу проецировать наше занятие все-таки на мышление, то тогда вы эту ситуацию тактуете как парадокс. Хотя, конечно, в каком-то смысле парадокс это таптология. Ну то есть он тоже не зависит от того, что входит в А и не А. Только таптологию мы говорим, когда тождественно истинное высказывание, а парадокс, когда тождественно ложное высказывание возникает. Так, хорошо. Здесь я не буду больше о чем-то говорить. И дальше следующая, вот четвертая операция. Значит, я здесь не знаю, что я здесь их номеровал. Да, я их номеровал 1, 2, 3. Но здесь я номеровал еще и свойства. Ну ладно, давайте, значит, мы так прервемся. Напишем импликация. Импликация. Значит, это четвертая операция формальной логики, которую очень часто используют в жизни, в языке. Она устроена следующим образом. Значит, новое высказывание С. Это есть, значит, вот запись. А стрелочка Б. Читается она двояко. Значит, читается она так. «Из А следует Б, или если А, то Б». Вот мы даже «Если» говорим чаще, гораздо это заслагать. Мы знаем «Если бы», «Если А, то Б». Но я прошу вас воспринимать эту фразу целиком. «Если А, то Б». Прямо это целое высказывание. Это не высказывание про А и не высказывание про Б. Это высказывание «Если А, то Б». Если А, то Б. Как ее понимают? Ну, вот про диаграмму Эллера-Вена я вообще ничего сейчас не буду говорить, потому что совсем прям сложно. Ну, а не сложно, а это все легко. Просто не лежит на поверхности. Давайте попробуем с вами обсудить, насколько это возможно в дистанте. Значит, А, Б, и из А следует Б. То есть, вот просто из вашего внутреннего опыта, как вы себе представляете импликацию, как вы ее понимаете. Значит, здесь стоит 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Ну, и здесь вот мы нарисовали эту картинку. А, Б. Ну, если помните, 1, 2, 3, и вот здесь 4. Мы потом закрасим эту вещь, потому что она нам понадобится для того, чтобы импликацию выразить через предыдущие три функции и понять, что на самом деле вашу речь можно убрать. Ваша речь можно убрать в слагательном укладении «Если». И просто, ну, там даже слагательность у нас не столько в «Если», сколько в «Бы», «Если бы». Ну, в любом случае, из речи можно убрать «Если». То есть, некоторые следствия. Ну, вот смотрите. Значит, у нас 4 варианта есть. Давайте мы их назовем. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. И четвертый вариант. Вот, если мы сидим в четвертом варианте. То есть, если «А» – это истина, и «Б» – это истина. То есть, это правильное убеждение. «А» и «Б». Тогда вот как бы воспринимать фразу, что «Если правда, то правда». «Исправда следует правда». Вот, если первую трансп歩цию взять. «Исправда следует правда», вы бы к этому выводу отнеслись бы правильно, то есть, как к правильному или как к неправильному. Ну, большинство здесь соглашается с тем, что «Исправда правда следует». Конечно. Поэтому здесь надо ставить единичку. Ну а если третья фраза, допустим, а если из правды следует ложь? Вот это уже странный вывод. Если ты стоишь на правильных позициях, и вдруг у тебя почему-то из этого следует ложь, то это неверный вывод просто. То есть это ложь. Здесь-то все понятно. Из правды следует правда, из правды ложь не следует. Теперь дальше. Обычно никто и не спорит, и все понимают, что из-за лжи ложь запросто следует. Из-за лжи ложь следует. Это, конечно, тоже правда. То есть такое утверждение, из-за лжи следует ложь, да. А вот из-за лжи следует правда, вот с этим возникает вопрос. То есть практики языковой, мета-языковой практики многим недостаточно для того, чтобы сделать здесь правильный вывод. Но пока я какие-то вещи говорю, вы все-таки для себя определитесь. Вот вы бы здесь поставили кого в последнее место. Из-за лжи правда следует или нет? Из-за лжи правда следует или нет? Должна стоять нолик или должна стоять единица? Ответ может и то, и может и то. Странный ответ. Поэтому тут надо определиться, либо ноль, либо один. Можете остановить видео, но я сейчас уже продолжаю. Значит, из-за лжи правда следует. Это поставить надо единичку. Я бы здесь поставил знак недоумения, некоторые пока что, потому что именно это и является предметом нашего обсуждения, почему здесь стоит единица. То есть из-за лжи следует ложь. Такой вариант возможен, да, такой возможен. Но почему из-за лжи следует правда, вот это непонятно. Я приведу два примера. Один пример математический, другой пример такой жизненно-эмоциональный, что ли. Может было бы так выглядеть. Ну вот математический пример такой. Вот если у меня один равно два, ведь это же неверно. Один равно два, это же неправда. То есть это неверно. Неверно. Но тогда вот я, то есть у меня ложь. Это событие, это утверждение А. Это ложь. Но у меня в математике что можно делать в правой и левой части? Все, что хотите, только нельзя делить на ноль. Потому что деление на ноль там неопределено. Ну хорошо, нельзя делить. А умножать на ноль можно? Ну да, запросто. Поэтому я умножу один на ноль справа и один на ноль слева. Ну и получу ноль равно нулю. А это уже верно. А это уже верно. Значит получается, что у меня из неправильного утверждения по всем законам математики запросто следует и правильное утверждение. То есть, конечно, я могу получить и неправильное утверждение. Если 1 равно 2, я прибавлю единицу справа и слева, получится 2 равно 3. Из неправильного следует неправильно. Но мы с этим и не спорили. Из неправильного следует неправильно, это запас такой может быть. Это следствие, само по себе следствие правильное. Из неправильного следует неправильное. Но то, что из неправильного следует правильное, это тоже оказывается верно. То есть, такое бывает. Вот мы написали, что есть. А второй пример, он еще более простой. это знаете, допустим, если я объявляю себя Гарри Поттером, ну то есть это неправда, вы не пугайтесь, но если я объявляю себя Гарри Поттером и говорю, смотрите, я Гарри Поттер и смотрите, что я могу делать, я не знаю, видно ли над камерой сейчас или не видно, я попробую, я просто возьму сейчас ручку, подкину и поймаю ее. Потому что получилось правильно, то есть я какое чудо совершил, я взял ручку, подкинул и поймал. То есть из-за того, что я Гарри Поттер и вроде это неправильно, я собираю такое чудо, как взять и подкинуть ручку. Это уже правда. Поэтому объявив себя волшебником, не значит, что вы не можете сделать обычных вещей. Так что, желая объединить вот эти вот два аспекта в один, говорят такую замечательную фразу, что «Изо лжи следует все, что угодно». То есть, если у вас в импликации стоит изначально ложь, то из нее можно поставить, сюда можно поставить все, что хотите. И правду, и ложь, и все это высказывание будет истинным. Истинным высказывание будет. Будет истинным. Другое вопрос, что ценно ли оно вам или не ценно. Но если вы стоите на лжи, то мне не важно, что ты скажешь. Не важно. Кстати, именно поэтому говорят в свое время, что если человек поймали на лжи однажды, то ему можно дальше не верить, потому что он может с крепостью. И то, и то утверждать. Кстати, интересно, что некоторые в софистических вещах используют импликацию для того, чтобы доказать самоутверждение «А», а не «Б». Я попробую показать эту схему. Значит, «Изо» следует «Б». Представьте себе, что у вас «А» – это ложь, но вы из нее делаете единицу, то есть делаете из неверного утверждения, из неверного утверждения верное утверждение. Получаете. Когда люди получают верное утверждение на выходе, глядя на вашу импликацию, они начинают невольно думать, что и посылка, которая была, перевела к этому неверному утверждению, сама она верна. Это такой интересный ход делается. То есть вы, если тот, то будет правильная вещь, и дальше вы начинаете свято верить в эту букву «А». Не забывайте, что единица следует по всем законам формальной логики и из правды, и из неправды тоже. Не знаю, насколько я вас запутал, но, по крайней мере, так есть на самом деле. Но мы еще останемся на этой картинке. И здесь я хочу еще закрасить на диаграмме Эллера-Вена получившуюся картинку. Посмотрите, у меня здесь получилась единичка, закрашенная единичка, 0,1. То есть закрашена первая, вторая и четвертая область. А третья область не закрашена. То есть проще не... Я буду красить на мою область, кроме третьей области. То такая картинка будет соответствовать импликации. Ну вот я могу смело и в четвертую заехать. Мне самое главное, чтобы «А» без «Б» не была закрашена. Во как. Вот так вот получается. А тогда я могу написать это множество, которое получилось, или это утверждение, которое получилось «А» без «Б», могу написать не через аппликацию. Я просто могу написать, что это «А» вместе с «Не-Б». Смотрите, у меня буква «А» и одновременно с этим наступает «Не-Б», а «Не-Б». То есть верно «Не-Б». То есть то, что не вошло в «Б». Вот, собственно говоря, и свойство, которое нам понадобится. Свойство импликации. Импликации. Которое называется «Снятие импликации». Снятие импликации. Это свойство снятия импликации выглядит следующим образом. Если у меня есть из импликации «А» следует «Б», то это есть «А» вместе с «Не-Б». И та, и та фраза «Правильная». Правильно. Ну, давайте попробуем по-русски сказать и то, и другое выражение, чтобы понять, что они эквивалентны. Ну, я не знаю. Если пойдет дождь, то вырастут грибы. Вырастут грибы. Ну и что тут такое? Значит, пойдет дождь – это утверждение «А». Вырастут грибы – это утверждение «Б». Если то, эта стрелочка вот такая. Эта фраза та же самая, как если… Только подождите, а здесь вот ошибка только у меня. Здесь вот у меня же не… А, нет, сейчас. Сейчас, 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 нет. Можно секундочку я посмотрю? Я же, смотрите, я построил букву «А», вот эту, вот эту, не «А», но «А» и не «Б», но она же не закрашена. Она не… Я ее забыл еще отрицание взять, смотрите. Значит, вот еще здесь отрицание стоит. А то я прям не узнаю себя. То есть, я-то не стал перечитать все эти три пункта, смотрите. Когда единичка закрашена в единичке, когда единичка закрашена в двойке и в четверке. Я взял как раз этот нолик. Вот этот нолик я сейчас написал. А теперь мне нужно взять инверсию. То есть, это не… Не утверждение «А» без «Б». И тогда… Ну, мы уже говорили, как закон Деморгана делается. Значит, я здесь пропиливаю черту. То есть, я ее распиливаю и меняю знак вот на этом. Значит, и получится тогда у меня следующее выражение. Не «А» или… Ну, а «Б» с двумя черточками, вы понимаете, что это будет чистое «Б». Вот. Снять импликации. Что из «А» следует «Б» то же самое, что не «А» или «Б». И тогда фразу теперь читаем вот эту фразу. Читаем. Значит, это «Не пойдет дождь». «Не пойдет дождь» или «Вырастут грибы». Ну, пожалуйста, вдумайтесь в эту фразу. Она абсолютно эквивалентна по смыслу с первой фразой. Просто здесь нет слова «Если». Вот «Если пойдет дождь», то «Дождь» приводит к тому, что грибы растут. То есть, если пойдет дождь, то вырастут грибы. А вторая фраза, она говорит «Дождь не пойдет». «Не пойдет дождь» и все. Можно больше ничего не обсуждать. «Не пойдет дождь». Или «Вырастут грибы». То есть, грибы вырастут, потому что, например, дождь пойдет, условно говоря. Ну, чтобы было понятно, что нижняя фраза верна, вы когда говорите фразу «Если пойдет дождь, то вырастут грибы», вы говорите про ситуацию, что произойдет, когда пойдет дождь. «Если пойдет дождь». «Если пойдет дождь, это правда». «Если это правда, то правда, это вырастут грибы». А если неправда, если дождь не пойдет, а если дождь не пойдет, то будет неправда. А если неправда, то сделает все, что угодно. И поэтому получается, что фраза «Если пойдет дождь», она содержательно интерпретируется только тогда, когда дождь идет. Когда дождь не идет, вам вообще все равно. Вам до лампочки. Поэтому то же самое и здесь. «Не пойдет дождь». Ну, вот «Не пойдет дождь», тогда вам не важно, что там вырастут грибы, не вырастут грибы, не играет роль. или вырастут грибы или вырастут грибы да то есть когда у вас не пойдет дождь не выполняется то есть дождь пойдет ну тогда вырастут грибы да или вот эта фраза так конечно вы скажете нет но слово если удобно удобно рассуждать но я вам приведу еще один пример этот пример он он показывает некоторые различия между импликацией и без импликативной формой но например смотрите вот так вот можно сделать допустим всегда без импликации фраза будет более категоричный что ли если так можно выразиться например например школьник не хочет вставать в школу я как себя помню вы хотели поспать с сестрой и конечно это ужасные наши подъемы родителей значит и вот фраза такая мама если ты сейчас не встанешь ты сейчас не встанешь то то я не знаю что с тобой сделаю это фраза мама достаточно мягко есть ищет не станешь ты не знаю что это вы делаю давайте разберемся значит ты сейчас не встанешь это а а я не знаю что с тобой сделаю это б да ну и понятно что если то это стрелочка это говорит мама а папа а папа будет разговаривать с нами без импликативной форме то есть он сейчас нам скажет вот не а или б а не а ты сейчас не встаешь ты сейчас не встанешь а он скажет наоборот и сейчас встанешь ты сейчас встанешь встанешь или я не знаю что это выделало что с тобой сделаю как видите здесь нет если, папа не рассуждает если, встанешь, не встанешь, ты сейчас встанешь или я не знаю, что я с тобой сделаю но все-таки есть некоторая специфика в использовании импликативной вещи но вы должны понимать что импликация, когда вы говорите если, еще раз, у нее есть две веточки, веточка, когда это самое условие, стоящее после если верное, и тогда из верного должно следовать верное и если условие, которое идет после слова если, не выполняется ложь, то фактически не важно что из него следует, то есть вот эта вся фраза нацелена именно на утверждение из правды следует правда, а вовсе не из-за лжи, из-за лжи следует все что угодно поэтому то под если и акцентирую внимание именно на вот этой вот посылке импликации то, что это и под словом если но давайте попробуем еще разобраться чуть-чуть еще разобраться в этой импликации чтобы просто это стало на языке а вот обратное утверждение, как делать обратное утверждение для импликации. Если я хочу сказать нет, обратное утверждение. Давайте напишем какой-нибудь пример. Если я только хочу какой-нибудь острый, чтобы было полегче. Например, если выучишь выучить предмет, то сдашь экзамен. Или если выучишь чтобы согласовано было. Если выучишь предмет, то сдашь экзамен. Вот такая вот фраза. Вопрос. А в обратную сторону а в обратную сторону то есть отрицание этой фразы как будет выглядеть? Я вам сейчас попробую нажмите на кнопочку и запишите с вашей точки зрения как выглядит фраза обратная. То есть формально логическое отрицание на фразе если выучишь предмет, то сдашь экзамен. Ну а я сейчас просто напишу и вы уже включили снова видео и можете посмотреть какой правильный ответ будет на самом деле дан. Единственное, что я сейчас попробую сначала вывести этот ответ. Я не верю своей традиции, не верю своему опыту, поэтому я делаю формально. Смотрите. Значит у меня фактически стоит фраза если а, то б. А мне попросили сделать отрицание этой фразы. Ну тогда я не умею делать отрицание для импликации, но зато я знаю как снимается импликация. Это не а или б. Вот мы только что писали это не а или б. Вот это. Не а или б. И тогда не а или б и стоит над ним не. Ну а дальше я тоже знаю как действовать. Я сегодня уже это показывал. Я здесь делаю дырочку и меняю это на такое выражение. Так что получается а два раза дальше стоит конъюнкция и б с чертой, но а два раза это снова а. Так что а конструкции не мы. Вот собственно говоря как выглядит мой ответ. То есть если выучишь предмет то сдашь экзамена эта фраза вот эта отрицание будет написано вот так. Это ее отрицание. Давайте выясним кто здесь а. выучишь предмет это а. А сдашь экзамен это б. А сдашь экзамен это б. Странно у меня электронное перо а не пишет здесь в этом месте. Что у меня с экраном что-то? Вот. Берите. Итак. Поехали. Значит а. выучишь предмет я прям пишу ответ. Выучишь предмет конъюнкция это и и а. Б это сдашь экзамен не сдашь экзамен. И не сдашь экзамен. Не сдашь экзамен. О как. Но здесь вот и наверное не хорошо звучит в литературу здесь надо поставить а. тогда бы это было вообще красиво. То есть предмет выучил а экзамен не знал. Смотрите. Если выучишь предмет то сдашь экзамен обратное утверждение выучил предмет но не знал экзамен. Это обратное утверждение. Вот. Уверен что у многих из вас могла быть такая ошибка. То есть вы написали обратное утверждение тоже со слова «если». То есть, если выучишь предмет, то сдашь экзамен, если не выучишь, то не сдашь. Это самая распространенная ошибка, которую здесь делают. И обратное утверждение к «если» никогда не начинается со слова «если». Вот я бы здесь даже напишу слово «ошибка» и хотел бы с вами кое-что обсудить. Вот ровно в этом месте. Если выучишь, если выучишь, то там неважно, если не выучишь, то и там что-то следует. Вот смотрите, из фразы «если выучишь, то что-то следует» ни в коем случае не следует ничего в плане «не выучишь». Мы же с вами говорили, что если выучить должно быть правда, тогда если правда, то это правда. А если это ложь, если не выучить, а если не выучить, то все что угодно. То все что угодно. Все что угодно. Так что поэтому нельзя в обратную сторону говорить, если выучишь, то произойдет, а если нет, то неизвестно. То есть все что угодно может быть. Это первое замечание по импликации, которое я хотел бы сделать. И второе замечание, которое я хотел бы сделать по импликации, это следующее. Все-таки некоторые выводы можно сделать из фразы, значит, из А следует Б. Давайте я попробую сделать вот такую вот интересную конструкцию. Значит, я попробую написать, что это, ну, здесь не пишется ни равно, здесь пишут еще так с волной, потому что фраза одна, сказанная на мета-языке, и фраза другая, сказанная на мета-языке, они, конечно, лингвистически отличаются, но с точки зрения таблицы истинности они одинаковые, поэтому на знаках равенства всегда пишут волну, что они эквивалентны по значению истинности. Мы, конечно, не можем сравнивать их по лексическому, как бы по семантическому, что ли, смыслу. Такой чистой фразы, ну, знаете, с одной стороны может стоять стихотворение, да, а с другой стороны там белый стих или еще что-то. Поэтому, конечно, здесь речь идет только о совпадении формально-логических значений истинности. Ну, неважно, смотрите, я опять снимаю импликацию А и не Б, А или не Б, вот она. Не А или Б, извините, не А или Б. Хорошо посмотрел, показал вам. Не А или Б. А дальше, смотрите, что я хочу сделать, значит, я поставлю два раза черту, два раза черту. Вы скажете, зачем, неважно, правильно? Да, правильно, потому что две черты, инвалидивное заполнение, то друг друга съедят. Ну, хорошо, ладно. А зачем я это сделал? Я сделал вот для чего. Смотрите-ка, я, значит, одну черту оставлю, и вот сейчас для нее, для одной черты применю закон Деморгана, а вторая черта там останется висеть. Ну, давай. Так, тогда... Тогда по закону Деморгана здесь будет стоять две черты. Здесь будет конъюнкция Б с чертой. И потом над всем этим черта будет стоять. Так. Но две черты это мне даст А. А и не Б, вот так, и все это с чертой. Да? Да. Сейчас я просто думаю, а зачем мне так сложно? Ну, ладно, я уж теперь сделаю. Теперь не Б и А я поменяю местами. И теперь снова черту раскрою. Значит, будет Б, знак поменяется и не А стоит. Я прошу прощения. Ну, давайте я забуду все, что я сказал. Это, конечно, здорово, все прекрасно. Но это не решает той задачи, которую я поставил себе. Ну, бывает. Что-то не то хотел сделать. Давайте поменяем местами сразу. Я просто увидел, что это можно сделать сразу. Вот так. И предлагаю еще у Б нарисовать два раза вне. Все. Этого достаточно. Вот такое выражение. Так, а что такое? Что там было вообще-то? Смотрите, чего я стартовал. И завтра идет Б. Это то же самое, что не А или Б. Это то же самое, что Б или не А. Это то же самое, что вот два раза не Б. А теперь смотрите, что я сделал. Я теперь попробую так записать. Не Б я возьму в кружочек, поставлю на одну черту и возьму не А в кружочек. Вы скажете, а что это такое? Что здесь такого странного произошло, хитрого? А вот произошло следующее. Смотрите, что вот здесь, когда у меня стоит импликация из буквы А, то буква А берется с чертой. Видите, да? А когда у меня стоит импликация из буквы Б, то буква Б берется прямая. Теперь смотрите, что здесь. У меня вот это вот в кружочке обведено что-то, что стоит с чертой. А в треугольничке обведено то, что стоит без черты. Так что это фактически есть из не Б следует не А. Ну просто проверьте. Проверьте еще разочек, что вот из не Б, тогда это должен быть не Б с чертой, а он так и есть. Черта вот здесь есть. Я маркер показываю. И из не А тоже следует только здесь я. Стрелочку не надо ставить. Вот. И получается очень красивый вывод. Уж не знаю, насколько он вам очевиден и непонятно. Что если у вас есть из А следует Б, то это абсолютно то же самое, что из не Б следует не А. То есть вот какой вывод можно делать из аппликации. Вот какой вывод можно делать из аппликации. Давайте смотреть. Если выучишь, то сдашь. То сдашь. Там экзамен. Это вот эта фраза. А. Выучишь предмет. Б. Сдашь экзамен. Но это то же самое, что, а если не Б, если не сдал, если не сдал экзамен, то какой можно вывод сделать здесь? То не выучил. Не выучил. И это действительно так. Потому что если бы ты выучил, ты бы сдал экзамен. А раз экзамен не сдал, значит это могло прийти только к тому, что ты не выучил. Эта фраза одна и та же. То есть можно отрицать не А. Начало инпликации, а именно следствие инпликации. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Ну, то есть фразу, например, если пойдешь в парикмахерскую, то тебя подстригут. Какая фраза из этого следует? Что если ты не подстрижен, то ты не был в парикмахерской. Вот что можно, какие выводы можно только здесь сделать. Если пойдет дождь, то вырастут грибы. Грибы не выросли, значит дождь не пошел. Если пойдет дождь, то грибы точно вырастут. Хорошо. И теперь давайте подойдем к ловушке официанта. К ловушке официанта. Понимаю, немножко многовато сам как-то там с нуля, но мы уже все, мы уже подошли к интересному моменту. И нам в мышлении важно вот этот вот предел формального мышления. Ну, может быть, на следующей паре мы еще поговорим про формально-логические следствия. То есть, что называется следовательно, или из этой конструкции следует другая конструкция. Это очень важно понимать. Но на данном этапе уже можно зафиксировать некоторые ограничения формального мышления. И связано вот с чем. Значит, давайте напишем ловушке официанта. Что-то здесь, какое-то место, которое не пишется. Сейчас, секунду. Поражает, какие-то места, которые не пишутся. Так, а если я уберу? Ну, ладно, это я уже буду потом убираться. Итак. Ловушка официанта. Значит, смотрите, мы приходим в ресторанчик. Или в кафешку. Вообще, сидя в резервации, это болезненный пример. И официант нас спрашивает. Официант нас спрашивает. Вы будете чай или кофе? Чай или кофе? Ну, давайте мы какой-нибудь выбор сделаем. Например, мы будем чай. Победа. А день жаркий, и официант устал бегать на второй этаж на кухне. Он говорит, знаете, что все чай просят. Вполне возможно, что чая нет. Если чая нет, то кофе нести, чтобы два раза не ходить. Значит, он у нас спрашивает. Второй вопрос. Если не чай, то кофе? И оказывается, что мы уже в ловушке. То есть, оказывается, что уже нельзя отвечать на этот вопрос. Ни да, ни нет. Хотя ситуация абсолютно невинная. И не надо думать, официант об этом, наверное, не догадывается. Хотя вас так могут разводить совершенно в других местах. Мы поговорим о том, где это возникает. Но тем не менее. А в чем ловушка-то? Смотрите, чай или кофе? А если не чай, то кофе? Ну, можете остановить, подумать, какой бы вы ответ здесь дали. Остановите видео, просто подумайте, какой бы ответ вы здесь дали. И к чему это может привести. Ну, а я сейчас уже объясню, в чем смысл этой ловушки. В чем смысл этой ловушки. Значит, я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю здесь просто написать. Значит, А это чай, а Б это кофе. Значит, официант вас спрашивает, чай или кофе? Дизъемку ставят людей. И вы делаете вывод, а это чай. Обращаю ваше внимание, что мы выбор свой сделаем. Это чай. А нам жарко, мы вообще хотим попить. А дальше официант спрашивает, а если не чай? Если нет чая, то из этого кофе следует? Если не чай, то кофе? Ну, давайте посмотрим, на самом деле, что это происходит. На самом деле, происходит следующее, что мне нужно взять. Первое выражение с отрицанием. Вот здесь не очень хорошо видно, а вот здесь хорошо видно. Что здесь, если я хочу раскрыть импликацию из А следует Б, то я должен взять первое со знаком мне или второе. Первое со знаком мне или второе. Ну, вот оно и здесь было написано. Первое квадратик со знаком мне или второе. Так что я беру просто это самое не А со знаком мне или второе. Но из-за того, что дополнение эволютивно, два раза не это да. Значит, получается, что официант спрашивает на самом деле вот такой вопрос. Но это вопрос тот же самый. Вот удивительная вещь, что официант как будто бы над нами издевается. Он просто задает в такой хитрой форме, в импликативной форме вопрос. На самом деле он того же смысла. Чай или кофе вы будете чай? Он еще раз спрашивает, вы будете чай или кофе? Но ставит его в таком вопросе, в импликативном, что он уже не чай. Он как бы уже отрицает наш ответ чая. То есть, если не чай. То есть, мы же смотрим, что не чай это верно. И уже из этого исходим. На самом деле, практически, это просто дизюнкция А и Б. Поэтому, если вы говорите да, то вы говорите да на всю дизюнкцию. на всю эту дисъемцию? Фактически вы соглашаетесь на кофе. Если вы скажете, что да, он вам кофе принесет, у вас даже не будет сомнений в том, что он там не прав. Вы же не будете его спрашивать, а чая не было, ей т.а, давай пойду, пока будете проверить чай принесли, то это уже несерьезно. Он можетcık реально сам решать вопросы, что вам есть, чай или кофе? Вас не удивит кофе, если он принесет. А если вы говорите нет, но ведь вы же нет, говорите тоже на всю дисъемцию, тогда вы как бы и от чая отказываетесь. Потому что если он вам не принесет чая, вы не будете удивлены, что его там нет. То есть фактически, а может вы пить хотели, может быть и сделали бы выбор в пользу Б. А вы на данном моменте уже говорите нет. Даже если чая нет, то может быть кофе можно было бы вам принести, раз вы пить хотите. Но вы уже сказали нет. То есть нет, значит вы и отказались от всего. И здесь понятно, что нельзя отвечать ни да, ни нет. То есть формально находиться в этом месте нельзя. А вопрос, а как ответить тогда? А что ответить, чтобы официант не воспользовался этой слабостью формальной нойки? Я приведу другой пример, чтобы было понятно, как рассуждать. Вы звоните, вызываете такси по 999999999. А вам говорят, что вам в аэропорт ехать нужно. Там говорят, что есть фольксваген, он подороже, есть рано подешевле. Вам какой подать машину? Вы говорите, ну давайте рано подешевле. И вам тут же спрашивают, а если рано нет, то у фольксвагена приезжать или нет? Это непонятно, что отвечать в этом моменте. Если вы скажете, да, приезжать, тогда приедет вам фольксваген. Или там они сами будут решить, кто там приедет. Если скажете нет, вы вообще можете не решить с машины. А вам надо в аэропорт? Ну, нажмите кнопочку и выберите какой-то ответ. Я ответ скажу сейчас. То есть нужно не отвечать на вопрос официанта. Это удивительный ответ. То есть нельзя отвечать ни да, ни нет. Нужно не отвечать на вопрос официанта. Самый простой вариант, это ну не просто молчать. Да, вам скажут, что только вы замолчали. Например, просто попросить официанта. Нет, уж вы сначала сходите и узнаете, есть ли там чай. А если чая нет, тогда я уже приму решить, пить мне кофе или не пить. Или может что-нибудь другое. То же самое, что и здесь. Вы мне перезвоните, если там рено свободно. Если нет, рено свободно, я еще решу. Может быть я в другую компанию позвоню. Или поеду на фольфсвагене. То есть вы не должны отвечать на вопрос официанта. И как бы это было не очень удобно. Или там невежливо просить его подняться лишний раз на лестницу. Но в конце концов это его работа. Ну а самый ходовой пример, когда вам, знаете, как начальнику говорят, что надо завтра сдавать отчет. Сотрудник делает отчет сегодня, в последний день. Как всегда. И он подходит и говорит, а если я не успею сегодня сделать отчет, то завтра можно сдать его. Ну вот, это вот ровно та же самая ловушка официанта. Не попадайте в нее. Ну и скажите, вы сначала не успеете сделать отчет, а потом я уже приму решение. Кто это будет делать, за какие деньги. Не отвечайте на если. Я приведу еще один пример. Он из нашей практики. Преподавателям он может быть даже знаком. Есть достаточно жесткое правило, что студенты не перездают тройки. То есть если тройка поставлена, то нельзя ее, то есть желание у студентов поставить двойку вместо тройки, и чтобы он там пошел дальше, еще раз перездают. Почему это запрещено, по крайней мере финансово у меня здесь. Ну потому что так каждый будет, зная, что такая возможность есть, они там к сессии не успевают подготовиться, значит они растягивают себе подготовку к экзамену на большее период времени, и в итоге безументарная сессия просто будет выглядеть ужасно. Поэтому нет, тройку получил, значит все, пожалуйста, учись дальше. Если там она единственная, то тебе предложат ее перездать там на пятом, на четвертом курсе. Ну вот, то есть мы, диспозиция такая в этом примере, что у нас действительно не принято перездают тройки, нельзя перездают тройки. Студентка, зная, какая-то студентка, первокурсница получила тройку, знает, что ей не разрешают тройку на двойку, и она пишет интересное заявление, она пишет заявление, что я вот списывала экзамен, поэтому прошу, значит, мне поставить двойку, потому что он списан. И понимаете, тоже получается, нас ставят в эту ловушку официанта, она может не если, а просто понятно, что оставить тройку нельзя, потому что человек признался, что он списывает. И поставить двойку нельзя, потому что получается, что мы идем на полу студентки, фактически делаем то, что она хочет, она перездаёт свою тройку. И поэтому мы решили ее поставить в ловушку официанта, то есть тогда таким же ходом. А поставить в ловушку официанта очень легко. Посмотрите, как она звучит. Если не чай, то кофе, если не то. И поэтому мы просто, значит, она заявление написала, мы ее вызываем и спрашиваем, а вот если вы получили бы пятерку, вы бы написали такое заявление? И вот выясняется, что после этого вопроса тоже ответить нельзя, ни да, ни нет. Потому что, ну вот сказать, что я написала бы заявление, но это что, в какой смысл, если пятерку получил, в каком смысл признаваться, что ты списал это? Ты списывал для того, чтобы получить пятерку. То есть все хорошо произошло, зачем признаваться в этом? А если сказать, что ты, конечно, бы не написала бы такое заявление, то получается, что ты уже расписываешься в своем таком отношении, уже предвзятом, что ли, к этой оценке, что вскрывает твой настоящий меркантильный интерес. И да, студентка это все прекрасно понимает. Дальше действия никакого не происходит. То есть я не призываю вас к тому, чтобы ставить людей в ушко официанта, но имейте в виду, что это всегда полезно, особенно для тех, кто явно вам ужет. Вообще признание во лжи, если уже заканчивать эту пару на этом, эпизоде, то признание во лжи, оно должно иметь безусловный характер. Вот смотрите, и, допустим, человек признается во лжи, вам говорит, я соврал, ты уж на мне извини, но вы должны понимать, какие мотивы у него могут быть, для того, чтобы он вам в этом признался. И вы должны тут же спросить, а вот если бы вы этого мотива не было, если бы вы там не узнали, если бы вы получили бы пятерку, если бы тот, то вы все равно не признались во лжи, или нет. Вот если человек признался бы в любом случае, то тогда это признание носит безусловный характер, тогда оно ценно. Но я вас уверяю, в большинстве случаев люди бы не стали признаваться, и не под действием каких-то определенных причин, и поэтому их признание тогда не ценно, оно бессмысленно. Вот к этому внимательно относите, я не к тому, что людям не надо прощать, людям не надо все прощать, мне кажется, потому что они люди, и такие же, как и мы, и вы, и я. Но в работе, или в бизнесе, там, в чем-то, отреживайте такие моменты. Ну вот, давайте сделаем какую-то минимальную паузу, с тем, чтобы начать следующую пару в этой теме. Я с вами на сегодня еще не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok